Староаскольская глиняная игрушка вернулась из путешествия. В Москве прошла 25-я выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». 68 регионов страны представили произведения народного искусства. За пять дней работы мастеров увидели 90 тысяч человек. В «Зимней сказке» участвовали более полутора тысяч организаций, артелей, творческих объединений и индивидуально работающих мастеров. «Это как смотр достижений всех регионов, потому что привезли все самое лучшее. Мы очень гордимся, что мы смогли поучаствовать и показать нашу Староаскольскую игрушку, хотя на самом деле ее уже знают и в Москве, и много людей приходило, смотрели и ждали нашу игрушку, когда мы приедем. У нас был свой стенд, мы красиво все расставили, очень красиво получилась выставка у нас, и это отмечали многие, уютный, колоритный стенд получился». 68 регионов. Белгородскую область представлял лишь Староаскольская игрушка. Местная глиняная игрушка известна еще с 15 века. «Это так для нас почетно и важно, потому что промысел все-таки наш уникальный, старинный, наша Староаскольская игрушка. И ее нужно и дальше развивать, нужно сохранять обязательно, продвигать, чтобы в дальнейшем наши дети могли видеть и действительно понимать, что это ценно у нас». На выставке были представлены работы двух народных мастеров России – Оксаны Рощупкиной и Владимира Лабынцева. Староаскольцев уже знают. Почерк особенный. «Почерк мастера индивидуальный, он присутствует, хотя мы делаем одну и ту же игрушку. Элементы все одни и те же, там формы одни и те же, там сюжеты одни и те же, все одно и то же. Но вот в своеобразии каждого мастера должно быть присутствовать, если она неинтересна будет. «Очень даже трудно. С одной стороны, просто, казалось бы, вот она смотрится. Сложности тут, да, и в росписи большой нет. Но вот попадание должно быть точное. Вот этих пятен, понимаете, можно переборщить, плохо будет смотреться. Или мало этих каких-то пятен, опять будет плохо смотреться». Стать мастером глиняного искусства непросто. Создание народных игрушек требует усидчивости, концентрации и особого уважения и любви к традициям.